...баскетболистка этой встречи в составе обеих команд, 17 очков на ее счету, 15 добавили, 14 у Келлиния, у Итальяна, 12 на счет Кабин РС, 2 очка, пожалуй, есть там всего лишь набрать в третьей теминутке, 10 уже на счету Лауэра, Маке и 11 мини-бой антиф, который третий, четвертый, что-то иногда садилось. Итальяна Кауразик, красиво, в этом прыжке пыталась переправить мяч к крацу, хотя, в общем, было здесь у нее время забрать этот подбор и по форму прыжком. Да, зато себя оставала, конечно, очень внушительно, подобрала мяч, припрыла, посмотрите-ка. Ну и там город только и оставалось, чтобы поискнуть на руке у Американки. Сделала ли он и не помолила, сразу соперница, 2 очка набрать, но вот с линией Силея в первую попытку точна. Сильяна на ее счету, 4 очка в сегодняшнем матче. Пока. Но при этом, опять же, списываем мы это на то, что привыкает. Привыкает. Конечно, каждому новому игроку нужно время какое-то, чтобы войти в команду. Это же организм, то есть у них так просто. Начинают немножко спешить итальянцы в позиционном нападении. Чем это вызывало? Сказать не берут, видимо, желанием поскорее отыграться. Кирилл или цыплят из-за этого мяч, который вылетал за лицами линия, пытался его спасти, но этот момент не прошел. Боро, Фистер, Магия, Антип. Иква Примор Рез на площадке у итальянов. Фаук сейчас Рез отсекла непогода, вот и выиграет подбор. Ну и старт в позиционном нападении. Фаук поднимается на периметр, освобождает пространство под кольцом. Ладно, отлично. Еще голевая. Ну вот, наконец-то, 3 очков вы досчитали. Да. До этого, да. Ползинга была заступлена им. 2 очка. А теперь чистенько. Отлично, Танюша. 20 очков уже на счету. Татьяна еще голевый. Вот там продолжает кипеть борьба на подступах в спартаковской трёхсикловной зоне. В этой борьбе Фистер. Нарушает правила, Денис, Фистер. И получает второе персональное замечание. Вот из Фистер. Наши девушки сегодня справились всего лишь 4 очка на её счеты. В общем, не сказать, чтобы американка уж очень заметно была в этой встрече. Итальянскую американку. Итальянскую американку. Итальянскую команду. А не дояву по уразе как-то. Кто же имеет гражданцы и так? Война замена проводит Майор Лардо. Война возвращается Майор Лардо. Война возвращается Майор Лардо. Да, вот такой рывок на старте заключительные 10-минутки. Спартаковки предприняли и посыпались под этим рейсингом итальянками. Здесь они в первую очередь и сами виноваты. Действительно, то уж очень начали они спешить в позиционном находе. И ничего не было за ней незаметно в предыдущие три четверти. Ну и не подготовлено. Да, я думаю, что темп игры тоже очень заметно увеличился. Возврос. Антип со средней. Не долёт, причём не долёт. Исчасть, но вот опять где-то в раздевалке. Николе Антип свой бросок забыла. Которым несколько раз огорчило. Спартаковок в первой половине этой встречи. Фауц и рест. Там сошлись в жизненчайшем единоборстве. Несудочная борьба. Ну и вновь это неразлучная парочка, которые за мячом в обществе. Спартаковок в первой половине. Который в третьей мяч в пределы площадки покидает. И вот здесь Лосно. Рудар Гибер все-таки берёт минуты. Мяч в первой половине. Судящее усилие могут взяли. Судящее усилие, паспортах, но у него. Судящее усилие. Судящее усилие. Судящее усилие. Судящее усилие. Судящее усилие. Судящее усилие. У него практически не было имён ярких. Он убил. То есть он берёт, например, молодую или там среднюю команду, вылетает из неё достойного представителя клубного баскетбола. Вот здесь у него, я думаю, что немножко другая задача.